будет видно не модно поверить на слово это акриловая шпаклевка готова и колоранты есть есть немножко этого сейчас мы карамель сейчас первый слой перетянем на потом будем рисовать сегодня у нас такой ты хочешь как под названием слава не думал с названием и сейчас ребята определимся тут мы еще добавили водички сколько где-то грамм 300 на 15 до 15 это необходимо чтобы она стала более пластичная ну и на руки будет полегче у нас здесь лайк кинул первый слой вот мы его видим на первый слой такой светлый да но я вам рассказываю что это просто перетянули вот просто обеспечали цветными в один слой то есть практически на сдир там даже видно вот подложечка еще такая вот даже метки его когда уравнял стену второй слой уже видите вроде как он пробовал фламандскую штукатурку наносить вот она два три цвета и сейчас мы последний слой я сейчас кину маракешек да я может быть там тебе не будет слышно это славик мне рассказывает что очень понравились ему шпателят двухсотка рисовать фламандскую просто одно удовольствие ну и второй момент что они еще удобны чем что когда вот мы нарисовали фламандскую у нас тут получаются такие бывают заусенцы вам будет видно вот такие вот заусенцы видно и вот мы тоже эти заусенцы снимаем это делаем для того чтобы если мы будем сейчас рисовать еще маракешек чтобы мы не цепляли за них за эти заусенцы как мы называем соплистончики смеется что я называю соплистончиками материал показали цвет значит что по цвету по цвету там получается следующий вариант мы где-то делаем вот вы сделали основной цвет вот был тут основной цвет потом мы там она слайк даме тет красители которым пользовались мы брали миксовский пигмент микс значит брали песочные здесь написано и карамели то есть мы их первую модельную массу мы ложили песочные и немножко карамельки она когда уже замешивали вторые на второй слой то мы уже я брал а где-то один к двум с белым смешивал то есть получал вот этот светлый и добавлял еще немного карамельки вот я получил вот этот темненький и сейчас вот последний слой я беру и работаю вот этим светлым сделайте даже мы сделали пробные несколько выкрасок посмотрели его при разном освещении вот мы его делали днем потом слава посмотрел с женой вечером кристина дала добро и вот сегодня мы уже его заканчиваем по первое конечно когда сделали свет слава конечно не сразу привык к нему то есть у него были после белых стен сколько они были тут белые полгода ну вот после полгода когда сколько здесь идет ремонт были белые стены мы сделали цвет то конечно не сразу он привык ну вот прошли сутки да и за сутки человек ну еще услышал одобрение второй половинки поэтому что можно посоветовать чтобы ну из опыта могу поделиться что вот когда начинаем мы работать вот стены белые вот какой бы цвет я сделал бы всегда у заказчика возникает вопрос тот ли этот цвет вот но по опыту знаю что нужно дать время время заказчику вот чтобы он привык к этому цвету то есть я ему говорю что если например вам этот цвет не нравится давайте подождем там недельку другую вот будем делать другие помещения и последствии когда мы начинаем делать другие смотрим уже и этот цвет работает в унисончике другими цветами то есть это такая немаловажная деталь в нашей работе подбор цвета поэтому я так многое настоятельно рекомендовал вам всевозможные книжки по этому вопросу говорил что вы тренировались акварельками говорил что тяжело в учении легко в бою да вот у нас тут получается техника акварельный акварельный акварель может быть и хорошо что я вчера там не снял так много что там было бы а сегодня получается будет полный фильм а ну да так получается я была выкладываю сначала первые этапы потом вторые третьи потом бывает когда есть время их соединяю в один фильм а здесь получится все в одном фильме но так ты говорил кристине что он здесь у вас финикийская говорил что у вас здесь фессалоникийская а она как фессалоники фламандская если что такое название финикийская финикийская так ты про финикийская говорил то есть она готова финикийская но есть еще фламандская это я говорил а есть еще какати говорил флорентийская да флорентийская еще есть ну так какати боже мой не потому что греция солнце у нас вон ребята тоже солнце не было только сегодня первый день просто я не могу нарадоваться привкушаюсь весну лето я очень люблю солнце да и мое было желание да я уехал бы в грецию и там бы и жил бы за нато вот испания да вот мне тоже так да да отлично так ну что моти гляну какому красоту сделали красота неописуем значит что здесь мы делали вы видели его в начале значит что здесь было главное мы прошли по уголкам то есть они должны быть заполнены здесь это получалось целостная картина то есть мы проходим уголки чтобы они были заполнены потом заполняем серединку вот серединку мы тоже заполняем не не смотрим не так основного там по рисунку а смотрим чтобы вот наши которые как мы называем кляксы вот наш изюм он был равномерно распределён чтобы не получилось так что там будет больше белого, а тут будет меньше белого то есть если чтобы там бы пятнышки у нас были однородные то есть например здесь желтенькое там желтенькое тут не было чтобы там больше желтого, там меньше желтого но здесь топанен вот например здесь мне чуть больше желтого вот и взял и положил маракешек здесь тоже чуть больше желтого положил вот так ну и тоже основной какой маневр чтобы не было видно где начинался у вас работать со шпателя где начинался мазок большим мастихином соколом или не ласточкой и где он заканчивался вот это будет основная такая просьба по желанию еще раз обращаю внимание на уголки внутренние внешние то есть это ваше лицо ну пожалуйста ну что сейчас мы вам поведаем секреты старых мастеров а именно что мы взяли мы взяли взяли клей универсальный для флизелина да бостик да 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 там есть еще 78 но основная чтобы они понимали потом добавили декоративную да пролинку ну я бы например остановился бы на вот универсальном клее да и клей пва один к одному и декоративки что тут еще примечательно значит пролинка если не знаю вот как передаст насколько он передает вот она с таким с желтым да отлива беленый холст и чтобы просто имели представление что такое лучи да вот сейчас попробую так вам направить как оно будет видно ну даже тут видно да разительное вот я даже опущу в ведро и видно что там серенькое а тут желтенькое таким отлива поэтому мы пока серебро сюда не добавляли остановились только на пролинке ну серебро опять можно было конечно его подкрасить там добавить немножко там универсального красителя но пока мы остановились вот на таком варианте не будем пока добавлять универсальный краситель что еще здесь ну по соотношению здесь у нас где-то квадратов 30 и мы добавили взяли так сказать клея где-то два с половиной и получается пол литра пролинку то есть это получилось где-то один к пяти соотношение да декоративной краски к нашей авторской лазурьки ну к волшебному воск мы еще называем не одно все понятно что это получилось авторская так сказать авторская патина декоративная там авторская воск ну что люби хлопчики девчата сейчас продолжим так значит у нас фессалоникийская ребята сегодня у нас фессалоникийская штукатурка вот мы продолжим будет мой мастер-класс и мы делаем еще раз повторюсь авторскую штукатурку финикийскую здесь мы назвали финикийская штукатурка то есть что здесь было у нас была модельная масса эко-кристалл эко-кристалл мы отколеровали в несколько цветов и с помощью техники маракеш нанесли сейчас я вам покажу поближе вот таком она исполнение то есть что здесь у нас у нас здесь несколько ну получается первый слой мы положили просто перетянули стенку вот потом положили то есть пробовали еще делали такого как фламандская штукатурочка вот и третьим слоем я положил еще маракешку уже вот эти видно такие пятнышками да и мы планируем вскрыть это дело лазурьку лазурьку будем делать на основе авторскую нашу лазурьку готовый клей у нас есть для тяжелых обоев мостик и рулинка иркомовская так что не переключайтесь оставайтесь с нами дали гуля